Бизнес-ФМ Ростов. Свидетельство Л номер ТУ 6101-103 от 8 декабря 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационной технологии и массовой коммуникации по Ростовской области. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес-ФМ. Первое деловое радио. Главные темы. Новости на Бизнес-ФМ Ростов. У микрофона Лидия Романченко. Здравствуйте. Коротко, главные темы дня. Сорвался с поста. Василий Голубев досрочно распрощался с мэром Азова из-за срыва отопительного сезона. Новые медиа сегодня. На Дону завершилась крупнейшая конференция по медиаразвитию территорий. Автопарк в воздушной гавани. Авиаузел пополнился спецтранспортом из Норвегии. Новая техника предназначена для удаления снега и льда с поверхности взлетно-посадочной полосы. Не прокатило. Суд отказал ростовчанину запретить в России автомобили Hyundai. Памятник Бетлам. В Ростове может появиться памятник Ливерпульской четверки. Идею его создания озвучил Дмитрий Дебров. А ростовский бизнесмен готов выделить на это деньги. Бизнес-ФМ. Новости. Василий Голубев досрочно распрощался с мэром Азова из-за срыва отопительного сезона. Без тепла остались 18 детских садов и 11 школ города, сообщает Югрегион со ссылкой на пресс-службу правительства Ростовской области. Депутаты Азовской городской думы поддержали большинством голосов инициативу губернатора. К концу прошлой недели в Азове было запущено лишь 34 из 55 котельных, подключены к теплу чуть больше 31% жилых домов. К пятнице к теплу были подключены только 8 детских садов из 26 и 3 школы из 14. Не было тепла и в части лечебных учреждений Азова. Губернатор Ростовской области принял решение выделить из резервного фонда области 20 миллионов рублей, чтобы заплатить долги перед теплоэнерго и обеспечить условия для подключения к теплоснабжению всех объектов города. Современные масс-медиа обсудили в Ростове. В субботу завершилась двухдневная научно-практическая конференция «Новые медиа сегодня развития территорий». Российские ученые, практики, представители органов власти и ведущие специалисты в сфере массовых коммуникаций обсудили вопросы, связанные с региональными перспективами развития СМИ на ближайшие годы. В последнее время растет число интернет-аудитории и очевиден ее спрос на качественный региональный контент, отметил заместитель министра Минконсвязи России Алексей Волин. Главная задача и цель нашей сегодняшней конференции заключается в том, чтобы сделать своеобразный форсайт, связанный с развитием медиасферы Ростовской области и создать рамки, в которых может и будет развиваться в ближайшие 10 лет медиасферы региона. Также эксперты уделили внимание ситуации с печатными СМИ, телевидению и технологическим изменениям, которые происходят на рынке медиауслуг. Завершил конференцию «Медиа-уикенд». Студенты, школьники и просто заинтересованные ростовчане смогли познакомиться с миром масс-медиа в медиапарке ДГТУ, говорит организатор Денис Дубовер. «Медиа-уикенд» – это уже завершение. То есть это то осмысление, которое проходило на секциях, круглых столах, на дискуссиях. А вот сегодня это практика. Это то, о чем мы говорим. Мы будем продолжать приурочивать конференции для того, чтобы собиралась тусовка не только мирожан активных, но и профессиональных отраслевиков, тех, кто задействован в отрасли медиа, профессиональных ученых, кто исследует медиа, и всех тех, кто не равно нужен теме медиа. На медиа-выходных в этом году задействовали три тематические зоны на трех этажах медиапарка. На специально оборудованных площадках гости акций тестировали модные девайсы и фотокамеры. Любители активного отдыха участвовали в мастер-классах и спортивных соревнованиях. Ростовский аэропорт к зиме готовится основательно. Авиаузел пополнился спецтранспортом из Норвегии, а именно двумя снегоуборочными подметально-продувочными машинами. Новая техника предназначена для удаления снега и льда с поверхности взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перо на воздушной гавани. Тягачи на базе грузовых автомобилей «Мерседес Актроз» могут развивать скорость до 65 км в час, говорит директор по стратегическим коммуникациям ООО «Аэропорт Ростов-на-Дону» Ольга Ладейщикова. Тягачи этих автомобилей на базе грузовых автомобилей «Мерседес», они оборудованы трехфекционным лугом, ширина которого 8,9 метра, под педальной щеткой и вентилятором высокой емкости. Рабочая скорость автомобиля до 65 км в час. Такими характеристиками уборка взлетно-посадочной полосы, ее очищение от наледей и других неблагоприятных метеоявлений займет гораздо меньше времени, чем требовалось раньше. Новая техника приобретается уже с учетом ее потенциальной работы в аэропорту Южный. Парк спецтехники продолжит обновление. До конца года в аэропорт воступит еще одна новая роторная снегоуборочная машина. В комплексе будет достигнут улучшенный скоростной эффект. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону в пятницу отказал ИСЦУ, автовладельцу Владимиру Кулакову, в запрете в России автомобилей «Хюндай», передает РИА новости. Кроме того, суд обязал ИСЦА вернуть автомобиль производителю, поскольку его стоимость уже компенсирована в добровольном порядке. Суд также сообщил, что не видит оснований для вынесения каких-либо частных определений по делу. Тем временем, ростовчанин Владимир Кулаков уже готовит апелляцию на решение железнодорожного суда по делу «Хюндай», сообщил агентству «Дон-24» представитель ИСЦА юрист Ростислав Рычанов. По его словам, речи о 100 миллионах компенсации уже не идет. Это был пиар, чтобы привлечь внимание общественности. Ростовчанин рассчитывает отсудить у «Хюндай» около 5 миллионов рублей, из которых 4,5 миллиона – сумма неустойки по проценту от стоимости машины за каждый день просрочки. Добавлю, что автопроизводитель свою вину не признал. Однако в рамках программы «Лояльности» на счет нотариуса для передачи Кулакова были перечислены полтора миллиона рублей, включающие стоимость автомобиля, экспертизы, а также частичное возмещение морального вреда. В Ростове хотят поставить памятник «Битлз». Идею посвятить монумент легендарной английской группе озвучил телеведущий Дмитрий Дебров. По его словам, монумент должен появиться на пересечении Соколовой и Пушкинской. Дмитрий Дебров уверяет, что это будет не памятник английской группе, а, как ни странно, памятник ростовчанам 60-70-х годов и их эстетической эрудиции. Так исторически сложилось, что единственным неподконтрольным коммунистическому идеологическому отделу формой передачи животворительной, свободной эстетической информации была музыка. Так сложилось в наши годы, поскольку и ротопринт, и типография, и кинематограф, и радио, и телевидение было под несказанным идеологическим контролем. К тому же это способ вписать Ростов в мировой культурный контекст, добавил телеведущий. А еще это будет дополнительной бесплатной площадкой для выражения своего творчества начинающих музыкантов и поэтов. Свою мысль по созданию памятника «Битлз» сегодня Дмитрий Дебров озвучил студентам РГСУ, те идеи не просто поддержали, а уже подготовили пластилиновые эскизы будущего памятника Ливерпульской четверки. Эскиз может создать любой желающий, в течение месяца их будут выставлять на первом этаже РГСУ. Победители определят большинством голосов. Памятник готов оплатить битломан и бизнесмен Евгений Маевский. Теперь о валюте. На вторник курс доллара установлен Центробанком на уровне 61 рубль 44 копейки. Евро стоит 69 рублей 78 копеек. И о погоде. Во вторник в Ростове будет хоть и пасмурно, но довольно тепло утро начнется. С 60 градусов со знаком «плюс». Дневной максимум составит 13 градусов. Положительной будет и ночная температура воздуха 3,4 выше нуля. Ветер будет преобладать восточную скорость до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Информация предоставлена интернет-сервисом «Яндекс.Погода». Выпуск подготовлен информационным агентством «Дон-24» специально для радио «Бизнес-ФМ Ростов».